Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! В Минске попала на видео акция солидарности врачей скорой помощи с задержанным коллегой. Кадры опубликовал Тутбай. Акция называется «Ноль промилле». На записи медики стоят лицом к стене и держат листы с надписью 0%. 19 ноября был задержан врач-анестезиолог Артём Сорокин. Его подозревают в разглашении медицинской тайны. По версии силовиков, он распространил недостоверную информацию, что в крови умершего после задержания Романа Бондаренко не было обнаружено этанолы. Дома у Сорокина остались жена и трое детей. Врач находится в СИЗО КГБ, как и журналистка Тутбай Катерина Борисевич. Портал опубликовал документ, свидетельствующий, что в крови Бондаренко не было алкоголя. Следственный комитет Белоруссии и президент Александр Лукашенко утверждали, что задержанный был пьян. 31-летний Бондаренко 12 ноября умер в больнице, куда был госпитализирован с многочисленными травмами из Центрального РУВД. Его соседи рассказали, что накануне к ним во двор приехали неизвестные в масках и начали снимать протестную символику. Бондаренко вышел спросить, что происходит, после чего его профессионально задержали. Власти заявили, что начали проверку, а также сообщили, что Бондаренко находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом у родных Романа есть копия справки, в которой говорится, что в крови алкоголя не было. Гибель мужчины вызвала широкий общественный резонанс. 15 ноября на акции на месте его гибели прошли массовые задержания, а стихийно возникший народный мемориал был ликвидирован. 19 ноября Генпрокуратура возбудила уголовное дело по части 3 статьи 178, разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжелые последствия. Уголовного кодекса Беларуси, в рамках которого были задержаны журналистка Тудбай Екатерина Борисевич и врач БСМП. Наша коллега написала материал, где говорилось, что в крови Романа Бондаренко не был обнаружен алкоголь. Журналистка находилась под стражей, несмотря на то, что близкие погибшего не имеют претензий к СМИ. К слову, европейские депутаты в четверг планируют принять резолюцию, касающуюся нарушения прав человека Беларуси. Об этом говорится на сайте Европарламента. Беларусь будут обсуждать 26 ноября в Европейском парламенте на дебатах, посвященном случаям нарушения демократии и верховенства права. Как сообщается на сайте Европарламента, тема дебатов – продолжающиеся нарушения прав человека в Беларуси, в частности убийства Романа Бондаренко. По результатам обсуждения, европейские парламентарии планируют принять соответствующую резолюцию. Также парламентарии намерены обсудить ухудшение ситуации с правами человека в Алджире и ситуацию в Эфиопии. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи!